МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детям о русских традициях и культуре. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В этом году детские пособия и пособия по беременности снова проиндексировали. Выплаты станут больше с 1 февраля 2018 года. Единовременное пособие при рождении ребенка станет 16 873 рубля. Пособие по беременности и родам составит от 43 до 282 тысяч рублей. В 2017 году в Десногорский отдел Центра занятости по вопросу трудоустройства обратились 868 человек. На конец года уровень безработицы в городе составлял 0,63%. О том, какая работа была проведена сотрудниками Центра, в нашем следующем сюжете. Для выбора вариантов трудоустройства клиентам предоставляется информация о наличии вакансий. Она размещается в информационном зале Центра занятости на стендах и публикуется в местной газете. При содействии специалистов Центра в прошлом году нашли работу 675 человек. Продолжают искать 118. Одной из основных задач Центра занятости населения является содействие гражданам в трудоустройстве на заявленные работодателями вакансии. Предприятиями и организациями города заявлена потребность в работниках в количестве 930 человек. Одной из проблем, связанных с трудоустройством граждан, остается несоответствие спроса и предложения рабочей силы. В настоящее время на рынке труда города Десногорска устойчивым спросом пользуются высококвалифицированные рабочие из следующих специальностей. Сварщики 3, 4 и 5 разряда, электрогазосварщики. Также на рынке труда востребованы электромонтажники, уборщики. Рынок труда испытывает потребность в воспитателях детского сада. В системе здравоохранения требуются врачи, акушеры, фельдшера, медицинские сестры. С начала 2018 года сотрудники центра помогли найти постоянную работу четырем гражданам. Двоих трудоустроили временно. Центр занятости оказывает населению услуги не только по трудоустройству. Нашим центром занятости оказываются услуги не только по трудоустройству граждан, но и по психологической поддержке тем, кто потерял работу. Мы помогаем им социально адаптироваться, определиться с новой профессией. В летний период мы помогаем трудоустраиваться подросткам. К нам могут обратиться женщины, которые находятся в декретном отпуске, и получить по направлению центра дополнительное образование. Все услуги центр занятости предоставляет гражданам бесплатно. В полночь 18 января в Рославле на улице Большая Смоленская произошел пожар в квартире на четвертом этаже. На место выезжали два пожарных расчета и автолестница. Огнеборцами из горящей квартиры без сознания был эвакуирован 40-летний мужчина. С ожогами различной степени тяжести он был доставлен в больницу. Из-за сильного задымления с верхних этажей из квартир пожарные эвакуировали 37 человек. Одна из версий возникновения пожара – неосторожность при курении. 19 января ученики первой школы защитили творческие проекты в рамках программы «Россия молодая». Подробности в нашем сюжете. Программа «Россия молодая» реализуется в первой школе с 2006 года. Ее цель – расширить знания учеников об истории города и страны, воспитать настоящих патриотов и привить им чувство национальной гордости. Пятые и шестые классы – это очень сложный возраст, когда ребенок из начального звена, из-под крылышка классного руководителя, который с ними постоянно находится, переходит во взрослую среду, где у него больше свободы. И начинается становление личности. И главное – не упустить этот момент. Школа должна привить такие качества, как любовь к родине, помощь ближнему, забота о ближних. И не забывать о памяти нашей, чтобы ребенок знал историю своей родины, чтобы ребенок чтил память своих дедушек, бабушек. Ученикам пятых классов необходимо было представить свои работы на тему «Комсомол. Взгляд сквозь столетия». Ребята решили рассказать о начале строительства нашего города и атомной электростанции. Мне сначала было немного страшно, но потом я собралась и вышла на сцену. Надо защищать Десногорск, чтить наш город, то, что он самый лучший. Почему он самый лучший? Потому что он такой уютный, маленький, хороший город. Мне нравится принимать участие в таких конкурсах. Мы готовили своим классом разные сведения о строительстве нашей атомной станции и города, стихотворения про наш город и песню. Да, понравилось. Это как-то восхищает. Ты более узнаешь о своем городе, и это приятно. Я подготовилась к стихотворению, что ты растешься. Такатан дал начало новой эры, отдава благо всю энергию свою. Он стал источником тепла во многой сфере, отдав, встав параллель мазуту и углю. Ученики шестых классов готовили работы на тему «Солдат войны не выбирает». Ребята разыграли сценки о Великой Отечественной войне, подготовили стихотворения и песни. Все работы получили высокую оценку и в дальнейшем пригодятся детям в изучении истории России. Перед Десногорском по дороге в Якимовиче лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. 61-летняя женщина на автомобиле «Рено Сандера» не выбрала безопасную скорость движения, выехала навстречу и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-2115. В результате ДТП 28-летний водитель ВАЗа и ребенок из «Рено» были госпитализированы в больницу. О том, что еще произошло в Десногорске за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 111 сообщений о происшествиях. Из них 9 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 102 административных правонарушения, в том числе 83 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен один человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 7 человек. Полицейские подвели итоги работы за 2017 год. 7 тысяч преступлений раскрыто, свыше тысячи из них тяжкие и особо тяжкие. Больше всего в нашем регионе за этот год произошло так называемых дистанционных краж и мошенничеств, совершаемых с использованием сети интернет и средств мобильной связи. Сотрудниками полиции приняты активные меры, направленные на противодействие таким видам преступлений уже к концу года. Их численность снизилась на 54% дистанционные и на 19% мошенничества. Активно ведется борьба с наркоторговлей. Проведена значительная работа по борьбе с незаконным оборотом оружия. Не менее важным направлением является борьба с преступлениями экономической и коррупционной направленности. Приобщать детей к народным традициям и культуре необходимо с дошкольного возраста, так считают воспитатели детского сада «Мишутка». 18 января для малышей они провели познавательный утренник. На праздники побывала и наша съемочная группа. Воспитатели познакомили ребят с рождественскими православными традициями. Особое место занимает святочная неделя, которая, как известно, не обходится без колядок. Вместе с ряжеными дети распевали колядные песни, играли в народные игры и забавы, водили хороводы. Мне очень понравился утренник. Мне очень понравилось, я очень хорошо запомнила момент, когда мы частушки пели. И я хочу, чтобы в следующем утреннике у нас было больше счастья и больше песен и танцев. Я хочу, чтобы все было веселое и специально для детей сделано. Детям очень нравятся такие утренники. Мы каждый год проводим. Это развивает духовную и нравственную культуру детей. Детям очень нравится петь частушки, танцевать русские народные танцы. Это стало традицией в нашем саду. Именно такие незатейливые поздравительные величания колядки пели истори наши предки. Они были бережно сохранены и переданы из уст в уста нашими прабабушками и прадедушками. А задача взрослых, педагогов и родителей – воспитать интерес и любовь к родной культуре, традициям и обычаям русского народа. Именно родная культура должна найти путь к сердцу и душе ребёнка. И в завершении немного о спорте. Смолян приглашают стать участниками «Лыжни России-2018». Большой спортивный праздник состоится 10 февраля. В Смоленске соревнования традиционно пройдут на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» в Красном Бару. Справки по телефонам, которые вы видите на экране. Организаторы планируют, что на старты в этом году выйдут более полутора миллионов поклонников данного вида спорта. Также региональный этап «Лыжни России-2018» состоится в Вязьме, Рославле, Духовщине и Гагарине. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Спасибо за внимание. До свидания.